Добрый вечер, дорогие лидеры. Напишите, пожалуйста, в чате, как меня слышно, как меня видно. Ну что ж, отлично, дорогие друзья, и давайте с вами поприветствуем друг друга за окном огни вечернего Волгограда и минус 19. Но в нашей аудитории очень жарко, потому что у нас с вами стартовал горячий сезон продаж. И, конечно же, меня очень радует количество подключений, очень хотелось бы, чтобы побольше, побольше, чтобы все 318 лидеров нашего сериала присоединились на этой большой платформе. Ну что ж, мы с вами начинаем, и очень важно подвести итоги первого каталога. Это был такой праздничный, это старт года, и давайте посмотрим, с какими результатами мы закрыли каталог номер один. Ну, если посмотреть, конечно же, на наши цифры, сравнить их с данными 2015 года, то, откровенно говоря, нас коллегами немножечко порадовали вашей реактивацией. Несмотря на холода, мы чуть-чуть больше реактивировали, чем в прошлом году. И, конечно же, увеличение среднего заказа. Однако же, есть над чем работать, есть составляющие, на которые нам надо очень пристально обратить внимание. Это и количество рекрутов по сравнению к прошлому году, и стартеров, то есть вливания. Стартеров много. Ну, посмотрите, посмотрите, половина только размещает заказы. И представьте, насколько могли бы увеличиться ваши доходы. И все это, естественно, отражается на нашей формуле продаж. Все это, естественно, отражается на продажах филиала по отношению к прошлому году и по отношению к нашему плану. Здесь необходимо усиливать активность. Знаете, я давно не видела такой активности, как в каталоге номер один. Обратите внимание на нижнюю таблицу. Активность в нашем филиале, самая максимальная активность была 61-81%. Это Воронежский регион, это максимум среди всех регионов. Конечно же, немножечко у нас, даже я бы сказала, немножечко, очень сильно подхромало рекрутирование и коэффициент спонсирования. И вот Наташа подсказывает Лосева, что в прошлом году активность была 65%. Знаете, цифра может быть и не такая большая на первый взгляд, но если посмотреть на базу активных консультантов нашего всего филиала, то есть 4%, да, целых несколько родов консультантов, да, если сравнить на сегодняшней части, несколько бойцов, мы с вами просто-напросто отпустили. Отпустили в магазин, отпустили, может быть, в другие компании, не знаю. Но самое главное, наверное, нужно сейчас концентрироваться очень сильно на рекрутировании и на спонсировании. Задайте себе вопрос, какой процент рекрутирования у вас в структуре и какой процент спонсирования? То есть сколько консультантов у вас в структуре являются спонсорами? Какое обливание? Помните, на прошлой планерке мы говорили про сосуд, который необходимо постоянно наливать воды. И вот эта вот вода, жизненная энергия, это и есть рекрутер. Соответственно, наш с вами опыт усиления и рекрутирования в этом квартале. И давайте с вами посмотрим, почему такие результаты у нас привели. У нас появилась, в принципе, обновилась база менеджеров. И сейчас, конечно же, мы показываем хорошие результаты по отношению к прошлому году. Но здесь необходимо учесть активность этих менеджеров. Да, мы видим потрясающую цифру. 148% прироста, 323% прироста новых менеджеров. Но, однако же, ребята, очень важно, чтобы мы встречали по максимуму этих менеджеров программы Турбороса, лидерские программы, для того, чтобы они могли по максимуму излить всю выгоду от бизнеса прямых продаж. Плана успеха компании Арифлейн. И каталог номер один стал для нас очень урожайным. По количеству званий у нас, по сравнению к прошлому году, появилось и больше старших менеджеров, и больше директоров. Ну и, конечно же, я хочу от лица всего нашего отдела продаж поздравить новые звания с новыми достижениями. Это три старших менеджеров. Воронежская область, Марина Логовская, Саратов, Наталья Пономарева. Мы видим, что у нас Белгород, Гоман Екатерина. Директорская команда пополнилась. И здесь меня вообще распирает от гордости, потому что из четырех директоров в Воронежском филиале и директора из Волгоградского региона – это Татьяна Красенко, Александра Зубинина и Елена Завгороднева. Ну и Воронежский регион, здесь у них сразу два звания в этом каталоге – старший менеджер директор Елена Анотина. Поэтому, ребята, мы вас поздравляем, дорогие директора, поздравляем вас с путевкой на банкет директоров. Вы этого заслужили. Я уверена, что этот первый банкет станет самым ярким впечатлением и самым первым таким ярким впечатлением в вашей карьере в компании «Арифлейн». И давайте с вами посмотрим, на каком этапе у нас наша менеджерская команда, как она стремится попасть на ближайшие мероприятия компании, квалифицироваться в новых званиях. И здесь, конечно же, можно провести прямую зависимость от участия в программе «Турборос». Чем большее количество менеджеров от потенциала будет получать бонусы по программе «Турборос», будет развиваться, будет сыграть бонус в 70 тысяч рублей, тем, конечно же, крепче станет наша лидерская база и тем крепче станут ваши звания. Посмотрите, в каталоге номер один у нас 87 получателей бонуса, которые получили 111 бонусов по программе «Турборос». С одной стороны, это очень круто, это много, это 354 тысячи рублей получили наши менеджеры по итогам первого каталога. Ну а дальше я хочу обратить ваше внимание на вот эту небольшую табличку, где указана база, база получателей, которые могут получать бонусы по программе «Турборос». Ребята, это почти 455 тысячи менеджеров с 9%. И всего лишь так, 2,5% получают бонусы по программе «Турборос». Посмотрите в свои распечатки, посмотрите в свои структуры, взгляните в глаза этим менеджером и скажите, «Дорогой, ты не забыл ли получить бонус по программе «Турборос»? Перед тобой еще какие ступеньки?» И всю свою историю, все свои возможности в этой программе, каждый менеджер может пройти в своем информационном листе, где в самом низу информационного листа написано, на какой уровень ты должен стартануть, какой твой следующий бонус. И статистика первого каталога такова, что каждый регион принес свой вклад в достижение бонусов, в зарабатывание бонусов. Ну и здесь, конечно же, хочется отметить Саратовский регион. 32 бонуса на 150 тысяч разбогатели менеджеры Саратовского региона. Ребята, надо равняться, у них такая статистика, каждый каталог. И даже если сравнить наши цельные показатели с прошлым годом, конечно же, у нас увеличилось количество волоков по программе «Турборос». Но я еще раз обращаю ваше внимание на потенциал, на процент от этого потенциала. Нам надо его расширять, нам надо его увеличивать. Нам нужны новые звания, нужно новое достижение в нашем сериале. И двигаемся дальше. Это программа «Мой автомобиль». Это, наверное, одна из самых популярных программ среди лидеров, где за рост, за развитие группы, за развитие группы. К прошлому году наши лидеры могут получать бонусы от 3 до 9 тысяч рублей, прирастая от 100 баллов к прошлому году или же выращивать новые 22-процентные группы. И посмотрите, в этом году в первом каталоге наши лидеры, это 35 лидеров, являются получателями бонусами программы «Мой автомобиль». 300 тысяч рублей получили только за первый каталог лидеры воронежского филиала. Но давайте с вами сравним от года к году. Мне нравится статистика. Почему? Потому что у нас плюс-минус, мы сохранили этот прирост в прошлом году. В прошлом году было 33 получателя. Но хочу отметить, что в прошлом году у нас была программа «Мой дом». И сейчас у нас этой программы нет, поэтому база плюс-минус одинаковая. Но однако же у нас есть достаточно сильный потенциал. Достаточно сильный потенциал. Сейчас в этом году это только 19% лидеров, которые могли бы получать бонус по программе «Мой автомобиль». Посмотрите на это. Запланируйте свой успех. Обратите внимание на информационные письма, которые вы получили буквально вчера, с планами на эту программу, на каталог номер 2, с подобными условиями. Где вы найдете какие-то особенности, вопросы, ответы. И я уверена, главное только очень сильно нахотеть. И по статистике, те лидеры, которые получают бонусы, они показывают рост к прошлому году. Запланировали ли вы рост своей команды, как минимум, к прошлому году? И, конечно же, в самом начале нашей встречи сегодня немного статистики. Но сейчас я хотела бы пригласить в эту аудиторию одну такую звездочку из Волгоградского региона. Это старший менеджер Ирина Немкина. Для того, чтобы она поделилась и рассказала, как она достигает успеха. Ирина решила сделать своему супругу подарок в семейном мероприятии. И они запланировали квалификацию его на вторую менеджерскую конференцию. И сообща, конечно же, сделали этот результат. По итогам первого каталога менеджер и ее главный помощник Александр Немкин квалифицировал на менеджерскую конференцию. Ну, как они этого достигали? Сейчас я попрошу Ирину, чтобы она поделилась своим успехом. Сейчас, секундочку, я ее найду в нашей комнате. Ирина, 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 Ирина. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, ребята, у вас так стремительно прибавилось в комнате, что я ее поселяла из вида. Так, так и хочется сказать, не бегайте по списку контактов. Сейчас, секундочку, дайду, очень быстренько. Вторая страница, Валентин, спасибо, ищу. Ага, вижу. Ира, можешь нажать на кнопочку «Говорить»? Скажите, меня слышно? Поставьте плюсики, если меня слышно. Ира, нажми на кнопочку внизу «Говори». Пишла? Алло, Наташ. О, плюсики пошли. Плюсики, это меня слышно? Да, есть, все, свершилось. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Я рада, что я сегодня с вами и поделюсь тем своим опытом, да, и то, что я делаю на данный момент, чтобы тоже получить путевочку на конференцию. Наташа, следующий слайд, пожалуйста. Наташа, да. Значит, так как Наташа сказала, что муж у меня уже квалифицировался, да, и, знаете, там где-то внутри я не смогла сделать вторую квалификацию, чтобы самой поехать, да, еще одного менеджера. И, знаете, так внутри такой червячок. Блин, муж едет, а я нет, да. Ну вот как? И, знаете, где-то там внутри я все-таки надеялась, что будет дан второй шанс. И когда я увидела, что с конференции нам сбрасывает этот второй шанс, и тогда немножечко себя ущипни. Неужели это есть? То есть такой потрясающий, такая возможность, ей нужно всем воспользоваться. Итак, мои инструменты достижения. Вот то, что вы видите, это расписание мое в офисе. То есть мастер-классы 6 раз в неделю с комплексным уходом сейчас этой сессии, wellness ужины 1 раз в неделю, и встреча возможностей Арифлейм каждый день минимум 3 раза. Значит, к этому расписанию может подключиться как и новичок, так и мой менеджер, да, то есть приглашать своих консультантов. И, значит, поставив свой план действия, я сделала акцент на мастер-классах. Следующий слайд, Наташа. Значит, итак, мастер-класс. В теплое время года я на пронстоечке насобирала очень большое количество контактов. То есть теперь время их отработать. По моей статистике, из пяти приглашенных два доходят. Два доходят, и когда приглашаю их на сессию, да, обязательно задаю им вопрос, что вы ожидаете от сегодняшнего мастер-класса? И очень внимательно слушаю то, что мне говорят. Почему? Потому что это будет фишечка на того, чтобы совершить с человеком сделку. Да, то есть он говорит, а морщиночки там меня беспокоят, может быть, цвет лица, да, ну и, в общем, уход за лицом. Я определяю тип кожи, рассказываю о четырехэтапном уходе за кожей лица. И я купила серию «Экологен», волшебную, потрясающую серию нашу. И этой серии делаю мастер-классы. Контингент приходящих у меня делится на две категории. По возрастной, я имею в виду. Это до 35 лет, и от 35 до 150. Значит, те, кто от 35 лет, я делаю серию «Экологен». Я рассказываю, да, я выучила полностью все преимущества, все те волшебные средства, свойства, которые имеют стволовые клетки именно по слюм, да, здесь представим, которые синтезируют коллаген в коже. И когда я делаю человеку полностью этот уход, да, я ему это всё рассказываю. И, знаете, клиент уже на таком взводе, да, уже ему интересно, сколько это стоит. Я тоже, как бы, да, говорю, подождите, давайте я вот доделаю, да, вот сыворотка наша необыкновенная, текстура кремов. Человек на себе всё это ощущает, да, и мы сразу с ней делимся, меняемся мнениями, да, впечатлениями. Значит, после мастер-класса я заполняю ему анкету с рекомендациями, вот, и приходит здесь, как бы, приходим к цене, да. Я озвучиваю цену, причём, знаете, если клиент пришёл, то он уже готов в себя инвестировать, то есть он готов на себя потратить деньги, поэтому он и, как говорится, да, пришёл ко мне. Здесь уже безоговорочно, да, я рассказываю о преимуществе комплексного ухода. Я ему рассказываю о том, что у нас есть возможность у вас стать зарегистрированным консультантом, то есть видите на слайдике, да, мы делаем сейчас акцент не на диском, а именно на консультант и рассказываем о преимуществах. Наташа, следующий слайдик. Наташа. Да, итак, значит, вот здесь пришло время, да, озвучить им, вот, то человеку, что он хотел. Здесь я ему рассказываю, какой эффект будет от этой приобретённой им серии, да. Как я вам вначале говорила, что там, там, кожа, да, будет эластичной, изменится цвет лица. Вы, глядя в себя, в зеркало вы себя не узнаете. В общем, да, вот всё это на эмоциях, и я человеку подвожу к сделке. Человек готов, и плюс к этому я рассказываю преимущества комплексного ухода. Вы знаете, да, что у нас есть брошюра с наборами коллаген и новэдж. Набор экологен всегда можно купить. Что касается каталога, то, ну, отдельно, да, по позициям, там, в этом каталоге дневной крем ночного нет, да, или там сыворотка нет очищения, знайте. Здесь я подвожу человеку к комплексному уходу. То есть приобретая его, этот комплекс, да, через два дня уже вся эта волшебная серия будет ваша. Вы начнёте пользоваться, у вас будет результат. Вы будете очень довольны. И, знаете, вся наша продукция очень хорошая, и мне не стыдно за неё, я её легко рекомендую. Почему? Потому что я пользуюсь, и я знаю, что при регулярном использовании будет результат. Ещё по поводу комплекса. Я такой, знаете, банальный пример привожу, да, и говорю, ну, вот, например, вы заболели, вы пошли к доктору. Вам доктор приписывает сразу комплекс, да, то есть это капли в нос, горчичники, там, лекарства, компрессия. То же самое и здесь. Все серии дополняют друг друга, её нельзя разрознить. При использовании этого комплекса и будет результат. Значит, третье, да, что даёт регистрация. Регистрация даёт возможность купить набор со скидкой, плюс вы экономите и попадаете в те акции, которые, и подарки, да, которые компания в данный момент нам предлагает. Это преимущество, пример, клуба. Это те квартальные или там каталожные акции. То есть всё вы это имеете. И если вы порекомендуете питью своим знакомым 5 наборов, да, то есть ваши знакомые будут лучше выглядеть и будут довольны, то вы заработаете 3 600. Серия Экологен стоит 2 879. То есть вы эту серию можете купить бесплатно, то есть, да, взять, получается, в подарок. Пожалуйста, у вас 2 возможности. Вы или берёте себе со скидочкой, или предлагаете своим знакомым и получаете её бесплатно. Следующий, Наташа. Наташа. Итак, я эксперт, я профессионал, я пример, потому что я имею результат. Поэтому, конечно, люди прислушиваются, люди видят всё это и, как бы говорится, без вопросов регистрируются, приобретают и пользуются. Дальше. Итак, значит, как может нам комплексный уход серии, да, помочь в продажах и рекрутировании? Итак, один набор проданный, 100 баллов, да, баллбонс. Кстати, все знают, что, да, это самый дешёвый балл в Экологене, потому что получается 100 баллов 2 879. Вообще супер. Можно на одних наборах, на этих и работать. Здесь 12 и 22 процента, да, да, но чтобы выйти менеджеру на пятнашку, значит, нужно 30 человек найти, женщин, которые хотят выглядеть хорошо за наименьшие деньги и получить при этом результат. При продав 75 наборов, да, вы уже старший менеджер. Не надо ничего придумывать, да, можно просто рекомендовать наборы Экологена и делать мастер-классы. Следующий слайд. Итак, стоит ли затраченное время того, что мы делаем при работе этими наборами? Стоит. Какая выгода? Сейчас мы посмотрим. Итак, немножечко сейчас ещё вот скажу про серию Love Edge. Это потрясающая серия. Я много, конечно, что пробовала в Reflame, но это просто бомба. Значит, и как было бы, вы видели, да, моя структура вторая по продвижению этих наборов. Я в первую очередь купила себе. То есть как можно продвинуть продукт, не попробовав? Я его попробовала. И знаете, я начала с своих знакомых. Вот по поводу серии Love Edge, да, я начала с знакомых, с консультантов, которых я уже знаю. говорю, девчонки, я купила продукцию, начала пользоваться. Знаете, действительно, девчонки, после первого раза сыворотки, я думаю, мне глаза на лоб вылезут. Такой лифтинг офигенный сразу, да. Я начала рекомендовать своим консультантам. То есть не по холодному рынку, да, своим консультантам. Но когда ко мне приходит на сессию по уходу за кожей лица, от 35 лет я делаю коллагеном. Но я рекомендую серию Love Edge. По статистике и по экспертам, да, ученым, аллергии ни у кого еще не было на эту серию. Поэтому я смело так рекомендую, я уверена в результате. Значит, итак, серия Love Edge. Мы так плавненько перешли от экологена, да. Но мне эта серия больше нравится. Почему? Она больше баллов, бонусов дает. Она дает 160 баллов. То есть сейчас вот, да, у меня было сегодня две встречи возможности. Арифлейн девушка ко мне пришла. Вот, я говорю, смотри, 20 человек. 20 человек, которые берут серию Love Edge, которая аналогична к классической операции. Да, и все. И ты в квалификации. Значит, эта серия выгодна и для продавцов, и для рекрутов. Вот сейчас слайдик, да, здесь рассчитана выгода для продавцов. Смотрите, одна сессия. На одну сессию рекомендуем приглашать не более пяти участников. По времени она занимает два часа. То есть здесь, да, идет вступление, подготовка и сам мастер-класс. Значит, за три набора проданных мы имеем 3 300. Если мы делаем в каталог, я имею в виду, если мы делаем в каталог 6 сессий и 30 участников, да, то уже умножаем 6 на 12 часов, каталог всего-навсего. Мы затрачиваем времени. 18 наборов продано, доход 19 800. Это вообще-то с ума сойти. Дальше, пожалуйста. Наташенька. Итак, выгода для рекрутеров. Значит, за одну сессию, то же самое, да, одна сессия, пять участников, два часа у нас потраченного времени, один набор, да, у нас купил продавец. В случае, человек сказал, не буду я регистрироваться, я у вас куплю. Плюс два рекрута с двумя наборами. И один рекрут с отдельным продуктом. Ну, пусть там я лоечку там купил, да, там, может, 20-летний попал. Вот. И получается, немедленная прибыль 1100, и три рекрута вам дадут 356 баллов бонусов. Представляете, за два часа работы. Но если мы сделаем не одну сессию, а шесть, да, и на два часа, 12 часов, каталог, мы всего-навсего затратим времени, то шесть наборов продаем, 12 рекрутов у нас с наборами, и шесть человек, которые мы логи для души купили, да, 6600, немедленная прибыль, 18 рекрутов, и посмотрите, 2136 баллов бонусов. Девчонки, ну вообще, мне кажется, это супер, супер. То есть здесь нужно заняться этим, да, все это просчитано уже. Не нужен велосипед, он уже есть. Садитесь, езжайте, езжайте, или что-то там, да, вращайте педалями. Дальше, пожалуйста. Наташенька. Итак, как мне это помогло? При вас составил с 15-го каталога 3500 баллов бонусов. Я восстановила уровень старшего менеджера, и средний балл увеличилась. Доля участия консультантов премьер-клуба составляет 50% по группе. Я знаю, это работает. Я также буду продолжать и дальше. Почему? А потому что очень легко научить этим действиям и новичка, и запланировать ему этот результат. Дальше. Итак, действуйте, да, как говорила Тамила Полежаева, делайте хоть что-нибудь. Но, знаете, сейчас хоть что-нибудь, и для нас, наверное, это не подходит. Чтобы туда попасть, пахать нужно. И, извините, не каждая компания и не каждый раз нам дают такие потрясающие возможности, да, и второй шанс. Всё, первый шанс мы, как говорится, пропустили. Пожалуйста, второй шанс. Давайте им воспользуемся. Давайте вместе отправимся в путешествие. Всё, спасибо. Коллеги, как меня слышно? Напишите, пожалуйста, в чате. Это у меня какие-то проблемы со звуком, самый ответственный момент. Всё, вижу, что слышно, отлично. Иришечка, спасибо огромное за своё выступление. Спасибо огромное за эту энергетику сумасшедшую просто. Знаете, я с ней уже несколько дней, я говорю, давай, давай, давай. Она не сказала самого главного, честно могу сказать. Буквально в пятницу вечером смотрю, при уныл нос, говорит, ну вот, мне не хватает. Я, наверное, не справлюсь в этом каталоге. Но то количество сессий, которое она провела, её вывело на правильный уровень, на нужный уровень в конце первого каталога. Всё это случилось буквально меньше, чем за сутки. Поэтому самое главное действие, чёткие действия, и не отступать от того плана, какие вы поставили себе на текущий каталог. Ну что ж, дорогие, мы двигаемся дальше. И раз уж мы заговорили о важности комплексного ухода, раз уж мы заговорили о прибыльности и как инструмент роста будем рассматривать комплексный уход. Хочу показать вам небольшую статистику. Посмотрите на эту табличку, и на этой табличке вы можете увидеть, мы собираем такую коллекцию проданных наборов от каталога «Каталог». И как вы видите, что как-то вот в нашем филиале почему-то популярность этих наборов всё меньше, 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 меньше от каталога «Каталог». Вам нравится эта таблица? Напишите мне, пожалуйста, в чате. Вам нравится такая динамика? Нет, Олечка, спасибо, молодец, ты смельчак. Вот я тоже, Наташа уже прям кричит, а, говорит, ребят, мне тоже дико это не нравится. Объясню почему. Сегодня мы говорили с вами о составляющих успеха, да, что сейчас земляет инструментом для роста. Посмотрите на эти две, на первый взгляд, одинаковые таблицы. Это самый свежий последний рейтинг по итогам первого каталога. С левой стороны это топ-20 воронежского филиала по продажам серии «Новый Эйдж». Мы здесь только «Новый Эйдж» рассматриваем, да, сколько продано. Это самые сильные, самые высокие. Ну, на самом деле, в топ-24 набора там еще продолжается, сколько-то людей, человек 10, наверное, у кого еще по 4 наборов. Уже не было смысла помещаться на один слайд. И посмотрите на картинку справа. Это топ-20 России из этого же рейтинга. И как вы думаете, на каком месте наш первый лидер, который у нас занимает первое место, Таня Кравченко, Волгоград? Это 93-е место в рейтинге России. У нас это первое место, нет, Олечка, не 50, 93-е место только. То есть мы только на 93-й ступеньке. И я думаю, что вот это сравнение двух таблиц, оно очень показательно. Почему? Это говорит о том, что мы сейчас точно знаем с коллегами, мы общаемся друг с другом, мы посещаем также вебинары, где лидеры делятся опытом, как они работают. И те филиалы, где активно сейчас внедряются, если по уходу за кожей, продвижение комплексного набора, те филиалы показывают прирост к прошлому году, классный прирост, хороший прирост. Соответственно, в персональных группах лидеров этих филиалов большое количество продаж и наборов идет. И хочу показать вам небольшую такую еще одну статистику. Надеюсь, что она вам не будет скучной, но она может быть вас как-то поможет зажечься. И как-то нам надо уходить с вот этой последней строчки красной. Посмотрите, синяя цифра развития продаж, плюс, поэтому у нас первого каталога УФА, плюс 21% к прошлому году, Хабаровск, Казань, Москва-Сити, Новосибирск, Ярославль, Краснодар. Это те филиалы, которые показывают, это их лидеры в том рейтинге, топ-20 с сильными продажами новэйджа, проведением сессий по уходу за кожей. Соответственно, мы видим, что есть четкая динамика действий. Есть сессия, есть комплексный уход, есть акцент на работе с этим, есть прирост в продаже, в развитии продаж. И есть высокий процент рекрутирования, как, например, УФА. УФА, да, или же Хабаров, небольшой, маленький филиал, но очень гордый, с очень гордым показателем. Я очень надеюсь, что мы с вами вооружимся этим инструментом. И как-то, ну, не нравится мне цифра 14 в рейтинге. Не то, что даже цифра не нравится, мне не нравится место. То есть Воронежский филиал самый последний в рейтинге по развитию продаж. Вы с нами? Я надеюсь, что каждого из вас сейчас, ну, как-то может быть зацепят эти цифры. И на этой неделе, в ближайшие два дня, мы с Асмой будем обзванивать лидеров с предложением начать работать с сессиями по уходу за кожей. Если у вас возник интерес, увидим все результаты, которые есть сейчас в других филиалах в нашем регионе, то можете не дожидаться. Звоните завтра, прямо с утра, своему Асму и говорите, что надо делать, дорогой Асмой. Я согласен, я хочу работать по этой методике. Я хочу войти в топ лучших лидеров Воронежского филиала, проводя сессии по уходу за кожей лица и развивая продажи, и, соответственно, расти по лицам успеха. Ну что ж, не убираю тут грустный слайдик, не хочу на него смотреть. Мне больше нравится смотреть, когда растут наши лидеры. И, конечно же, очень важно, наверное, сейчас помнить о том, что у нас есть с вами инструмент для успешной работы. Это комплексный уход, есть определенный материал, пакет материалов, который вы можете найти на сайте, в блоке, поддержка продаж на нашем портале «Все для вашего бизнеса» здесь. И помните, что всего лишь на 20 мастер-классов. Это где-то 15 часов в неделю работы активной. Что такое 15 часов в неделю? Это меньше дня поработать. Это 100 гостей, это 20 наборов по 160 баллов. И как минимум уровень 15% будет. Но 20 наборов, даже как-то, мне кажется, 20 наборов, да, это как раз-таки 3200 баллов. И я уверена, что успех не заставит тебя долго ждать. А сейчас мы двигаемся дальше. Я хочу пригласить сюда, в эту студию, новое звание Воронежского хилява по итогам первого каталога. Это лидеры из Волгоградского региона, небольшой город Урюпинска. Многие думают, что это шуточное название. Но на самом деле, когда мы говорим «брошу все, уеду в Урюпинск», мы именно имеем в виду этот город Накарский, где шикарные пуховые плотки, где есть памятник Казе. Но, знаете же, в этом городе живет еще милая девушка, которая по итогам первого каталога закрыла звание директор, квалифицировалась на конференцию вторую менеджерскую. Получилось 70 тысяч рублей по программе «Турворост» для менеджеров. Получила свой первый в жизни автобонус. И Саша сейчас поделится своими эмоциями, своим опытом, как ей это удалось. Сейчас, Сашенька, мне надо тебя найти. Кто подскажет, на какой страничке у нас Саша? Цены вам буквально не будет. А, вот, все вижу, Саш, передаю. Саш, говори мне, когда листать, и я буду перейти. Да, говори мне, когда листать, и я буду перейти. Хорошо? Всем здравствуйте, меня хорошо слышно? Просто, пожалуйста, плюсики. Очень приятно, здорово. Я чувствую, что меня и видно еще, да? Здорово, спасибо большое за обратную связь. Я безумно рада сегодня присутствовать на таком замечательном мероприятии. Для меня это было неожиданно, выступать на вебинаре Воронежского филиала. Для меня это был, скажем так, взрыв эмоций просто-напросто, что я делала свою презентацию, опять же, на эмоциях очень быстро. И если у меня будет какое-то присутствует волнение, вы уж меня простите, пожалуйста, я сегодня вся в эйфории. Я вам сегодня расскажу немножко о себе, откуда я, что из себя представляю, чего мне удалось добиться, ну и немножечко поделюсь тем, как мы работаем с командой для того, чтобы вырастить команду именно друзей, именно таких активных партнеров, которые будут по жизни с нами присутствовать, наверное, до конца дней наших. Наташечка, следующий слайд, пожалуйста. Спасибо. У меня было все, как у всех. Я была заурядной личностью, и, в принципе, я не отличалась, мое детство и юность не отличалась, наверное, от детства и юности большинства из вас. Я заканчивала школу с серебряной медалью, причем училась даже не потому, что мне нравилось учиться, а потому, что мне хотелось быть в глазах родителей хорошим примерным ребенком, и я хотела, чтобы мной гордились родители. Поэтому школа я закончилась серебряной медалью, поступила в университет на бюджетное отделение, и во время школьных лет занималась еще и художественной гимнастикой. Благодаря этому виду спорта я все-таки поняла, что такое самодисциплина, что такое уверенность в себе, и что это нужно постоянно в себе развивать. Мне гимнастика очень помогла именно в дисциплине и в работе тоже. Институт я тоже закончила с красным дипломом, причем он мне в жизни, можно сказать, так и не пригодился. Я заканчивала факультет иностранных языков, и по профессии я филолог-преподаватель английского языка. Второй язык у меня немецкий, но я его так и не знаю. И в своей жизни я применяла английский язык не так уж и часто. Работала репетитором в какой-то период времени, но недолго. Первое место работы у меня было совсем не по профессии. Меня нашел работодатель сам, как раз-таки из резюме по институту, и пригласили меня в компанию по продаже импортной сельхозтехники. Там я работала менеджером по гарантии, ставила технику на гарантию, и английский мне, в общем-то, не пригодился, и мои педагогические навыки там вовсе не нужны были. Но это место работы у меня вызывало все-таки положительные эмоции, потому что там я начала зарабатывать, как мне казалось, хорошие деньги. Это первые деньги были в моей жизни. Мама очень ко мне относилась в тот момент доброжелательно, и копила эти деньги, в результате потом на свадьбу хватило. Ну, в общем, мамочка мне в этом плане помогла. Это место работы для меня было хорошим, но, в общем-то, я не скажу, наверное, новость, меня подсидели. Меня просто-напросто просили уволиться, причем сделали такие условия, что мне было просто неприятно там находиться. На этом месте работы я познакомилась со своим будущим мужем. Вот как раз он представлен у меня на центральной фотографии. Это наша семья и доченька Дашенька. Да, нужно сказать спасибо действительно, Валентин, потому что без хода добра не бывает. И я сменила несколько мест работы. Работала и секретарем, причем это такая жуткая профессия, когда ты не имеешь возможности просто присесть, покушать элементарно. У меня не было даже 15 минут в день. Я работала на износ и в 8 и в 9 часов вечера приходила домой. И на очередном месте работы я забеременела, и беременность проходила не очень гладко. Работодатель просто настоятельно попросил меня уволиться, потому что его не устраивает то, что я не появляюсь на своем месте работы. Хотя работа была непыльная, и за меня могли бы справиться легко и другие. Но муж скомандовал, что нам ребенок дороже, увольняйся и все. И я осталась, получается, в декрете просто на содержании мужа. Для меня это было немножко даже обидно, потому что я хотела и декретные деньги, я хотела все-таки немножко иметь карманных денег вот в этом плане. Но я стала искать подработку в интернете, потому что не могла я сидеть на месте, не могла вот это вот переносить одиночество дома. Перебрала я кучу предложений и пыталась во фрилансе что-то сделать, устроиться, что нереально было, и попыталась и тексты печатать, но это был кругом один сплошной лохотрон, где требовали предоплату. И мне тогда предложили работать в интернете с Арифлейм. Я очень удивилась, что Арифлейм перешел в стадию работы онлайн. Для меня это было очень интересно, и я зарегистрировалась без вопросов. Почему? Потому что компания мне далеко известна. Я с ней знакома была еще со школьных лет даже, поэтому мне как-то даже было приятно, что Арифлейм развивается и что-то делает онлайн. Следующий слайд, пожалуйста, Наташа. И вот когда я зарегистрировалась, это было в июле 2013 года, в июле 2013 года я сразу сделала активационный заказ, чтобы не исключиться из базы данных компаний. Мой спонсор сказала, говорит, ну дело твое, у тебя сейчас такое положение, ты беременна, у тебя скоро роды, я в октябре должна была родить ребенка. И у меня, естественно, мысли были заняты только этим, что мне нужно родить, где поставить кроватку, как назвать ребенка и все такое прочее. Поэтому до работы мне, в общем-то, не до работы было. Хотя я очень хотела, очень заинтересовалась, перечитала кучу информации. Но после активационного заказа я на целый год пропала, потому что уехала как раз в Урюпинск на тот момент, мы жили в Ростовской области. И в Урюпинске у меня не было доступа к интернету. Когда прошли роды, я приехала снова в Ростовскую область домой. Естественно, адаптационный период, знакомство с распорядком дня ребенка, приспособление к этим всем новым условиям. Естественно, я не работала. И когда моя дочерь исполнилась 8 месяцев, я для себя решила, что пора. Пора вернуться, потому что возможности действительно сумасшедшие, и упускать такой шанс просто нельзя. И активно я начала работать с августа 2014 года. Новички пришли не сразу. Я работала в соцсетях, в частности в Одноклассниках. Приглашала я не так много людей, но очень хорошо они реагировали тогда на предложение о работе. И у меня сразу из Одноклассников пришло несколько активных партнеров. Первый новичок у меня был, наверное, после трех недель рекрутирования. Только тогда первый новичок появился. Но, к сожалению, она сейчас не активна, не работает. Старшего менеджера я достигла в мае 2015 года. И тогда уже решила для себя, что мне нужно обязательно открывать ИП. Хватит тянуть, потому что это новый виток в развитии. Нужно действительно идти вперед, нужно уже деньги получать на руки. И в августе 2015 года я открыла предпринимательство. Ну и вот директора я закрыла в январе 2016 года, то бишь в первом каталоге. С чем мне пришлось столкнуться? Вообще, конечно, сетевой маркетинг – это такая сфера, которую понимают далеко не все. Все наши бабушки, дедушки, тети, дяди, родители – они это воспринимают как финансовую пирамиду. И когда это узнают, что, в общем-то, приходится что-то заказывать и продавать, для них это вызывало какое-то негодование. И с этим негодованием я тоже встретилась. Меня не принимал никто. Меня не поддерживали ни родители, ни горячо любимый муж. Да простит он меня, а у меня сидит за стенкой, слушает это все. Но меня никто не понимал. И, в общем-то, меня хотели оградить от этого. И говорили мне, давай отсюда уходи. Это какой-то лохотрон, да ты такая наивная, да тебя легко так развести. Вот, давай размещай заказы. Конечно, и чего, твои денежки только и уходят куда-то. Но я верила в то, что здесь далеко не все так просто, что компания действительно честно выплачивает вознаграждение своим активно работающим консультантам. Я читала лестные отзывы о компании, тем более, что сейчас у меня есть замечательная книга про историю Арифлейм. И я шла вперед, несмотря ни на что. Слез было, море пролито. Было такое ощущение, что я, наверное, все-таки сдамся, потому что уж слишком приходилось прогибаться под окружающие обстоятельства. Работала ночью, потому что днем у меня маленький ребенок, нужно было ей посвящать все время. Работала почти, точнее, спала по 3-4 часа в сутки. Причем это стало моим, ну, обычным, в общем-то, обычным явлением, я к этому привыкла. Стала пить wellness pack, и, кстати, уже все хорошо с этим делом. Уже не беспокоит никакая усталость, нормально. Вот, Леночка Кондратьев, это мой ключевой партнер. Спасибо тебе, что ты пришла, Ленусь, за поддержку, за твою. И я вот таким образом работала-работала, и у меня появилась цель. Какая цель? Доказать всем, что я не верблюд. Что я зарегистрирована в настоящей, в надежной компании, которая выплатит мне деньги. Накопленные, заработанные, пускай очень хорошим трудом, но они заработаны, и действительно эти деньги будут у меня в руках. И вот эта цель, она меня двигала вперед, даже с некоторым остервенением. Я начала и рекрутировать, прямо остервенела, и те, кто мне какие-то отказы писал в соцсетях, я на эти отказы даже немножко рисковато реагировала, потому что на тот момент у меня ушла колоссальная перестройка мышления. Я думала, боже, ну как же так, ну вы же не видите люди, вы работаете по найму, и вы просто вот так вот в шорох сидите, вы видите впереди маячущую пенсию, и больше ничего. Вы смирились уже с этой пенсией, вы знаете, что она будет копеечной, но ничего не хотите сделать, чтобы ее у вас не было, а была достойная оплата труда. Почему вы не цените свой труд, свое время, свои силы, здоровье? Для меня это было вот просто негодованием, это был взрыв мозга, я даже бывала порой из этого своего мышления родала, просто вот это вот нужно было собрать в голове. И я начала в голове по крупицам собирать, как же мне работать ключевой моей команды, чтобы каким-то образом вот смотивировать людей, подружиться с ними. И тогда у меня начали в голове созревать планы. Наташа, пожалуйста, следующий слайдик. Мои ошибки в самом начале пути, поскольку я была достаточно скромным человеком по жизни, мне хотелось всегда кому-то угодить, угодить сначала родителям, чтобы хорошо учиться, чтобы они мной гордились, да. Я хотела потом угодить работодателю, чтобы он видел, что я хорошо выполняю свою работу. У меня не было вот этой лидерской позиции, я привыкла, что мной руководят. Это было самое сложное. И вот мои ошибки, это то, что я стеснялась задавать вопросы спонсору. Это вот основная ошибка новичков. Я сразу пишу и девчонкам в чате, и потом в личку новичкам, что ты не бойся задавать. Если тебе в чате трудно задать вопрос, в личку задавай любые вопросы. Глупый вопрос, не заданный, поэтому нужно задавать любые вопросы. Дочь моя на помощь пришла. Дальше я долго не брала на себя ответственность за себя, за свой бизнес, за развитие моих консультантов. Вот о чем я и сказала. Я привыкла работать по найму, привыкла, что мной руководят. И мне было страшно взять на себя ответственность. Не было четкой системы действий. Пыталась изобрести велосипед. Вот как раз о чем говорилось, Ирина о чем говорила. Не нужно изобретать велосипед, до вас уже все сделано. Спонсоры работают по этой системе, у них получается. Дублируйте, дублицируйте вашего спонсора, не слушайте никого. Есть уже система действий, которой вас обучили. На данном этапе, на первом этапе этого вполне достаточно. Будете уже крепко стоящим лидером. Пожалуйста, изобретайте свои велосипеды, школы и так далее. А на начальном этапе делайте то, что делает спонсор. И все. Дальше. Редко посещала вебинары. В нашем проекте, в онлайн проекте, вебинары проходят каждый день. Их даже бывает минимум по три, по четыре. И я себе вечно придумывала отговорки, что вот у меня ребенок, она сейчас будет плакать, кричать, я ничего не услышу, я не буду смотреть вебинары. На самом деле я очень многое упустила. Бесконечное количество огромной полезной информации было как раз именно на этих вебинарах. Потом уже, когда до меня дошло, что именно вебинары помогают разобраться и в рекрутировании, и в том, как работать с командой, тогда я только начала их посещать. И полагалось, что обучением моих новичков должен заниматься спонсор. Почему так произошло? Потому что, когда я сама была новичком, мне моя спонсор сказала, что, Саш, если ты приведешь новичка, ты же сама еще не очень разбираешься, я тебе помогу. Я возьму первого новичка в свои руки, я его обучу, помогу тебе и все. И я почему-то решила, что из следующих новичков она тоже будет обучать. И когда мне моя спонсор Наташа сказала, что нет, давай, дорогая, ты уже далеко не новичок, ты уже должна пытаться делать все сама, давай, большое плавание, я буду рядом, я буду тебе подсказывать. И вот мне тогда было все это страшно. И вот что происходило у меня в голове. Пожалуйста, Наташа, следующий слайд. Вот что происходило у меня в голове. Тут и действительно, тут должна была быть и поседневная деятельность дома, и муж, и ребенок, мне нужно было как-то совмещать это все с работой. И вот когда у меня не было цели, потом она появилась, у меня это был такой взрыв мозга, как вот на картинке, прям примерно такое же. У меня аж все пульсировало, что у меня есть цель, я хочу двигаться дальше, что мне нужно для этого сделать. Сдавала вопрос, что мне нужно для этого сделать. Тут же ближе общаться с командой. Каким образом? Значит, я должна подружиться со своими новичками, с лидерами. Тех, кого я пригласила, мне проще с ними, потому что я выясняю прежде всего, что ждет человек от проекта, какие у него цели, что он хочет получить. А если новички новичков, я тоже с ними знакомлюсь, я тоже добавляюсь к ним в друзья в социальных сетях. И если возникает у них какой-то вопрос, я никогда не отказываю в консультации, всегда с ними общаюсь. Идеи появились. Какие идеи? Идеи о том, как приветствовать новичков, как включать их в работу, как им подсказать вообще, правильно ли они вообще двигаются в каком направлении, правильным или нет. И каждый вновь пришедший член команды становился новым членом семьи. Мы выработали такую систему, в которой каждый новичок получает просто максимум внимания. Очень приятно быть нужным, согласитесь. И когда новичок поступает в нашу команду, мы ему радуемся как родственнику, нашему знакомому, ближайшему, мы сразу переходим на «ты», у нас нет никакого выкания, неважно, сколько лет новичку, но мы все на «ты» общаемся. И дальше я поняла, что нам необходимы внутриструктурные планерки. Первая моя планерка была проведена на уровне 6%. Я ее провела в качестве знакомства и потом начала проводить планерки. Очень редко, я признаюсь, очень редко, но все-таки я решила для себя, что нужно эту лягушку съедать, нужно обязательно коммуницировать с командой, чтобы они видели, кто их лидер, хотя бы знать меня в лицо и слышать мой голос. И я решила, что нужно обязательно сочувствовать новичкам, раздавать пендели, заряжаться успехом и достижениями своих лидеров. Почему заряжаться успехом, это было сложно мне понять, это как раз-таки относится к перестройке мышления. Как обычно происходит на работе по найму, человек-человек-волк. Это действительно так, потому что сотрудничества как такового его нет. Если вы преследуете общую цель, допустим, отдел какой-то вывести на хороший уровень, тогда да, вы сотрудничаете. А когда впереди маячит какая-то более высокая должность, начинается подсиживание. И ты не радуешься успехам другого человека, ты сидишь и просто завидуешь. Мне не нравилось это состояние никогда. Я не хотела никому завидовать, ведь мне мама учила этому, что зависть – плохое чувство, нельзя этого делать. А тут, когда я поняла, что мои новички приводят своих новичков, начинают расти по уровням, у меня начиналась такая эйфория, я понимала, что вместе с ними расту я, не только по уровням, но и личностно. Я развиваюсь как личность, я умею радоваться чужим успехам. И почему раздавать пендели? Есть у нас такие новички, да и не только, бывают и лидеры у нас такие, которые любят поплакаться. Я была сама такой же, возможно, я таких же притянула, но бывает у нас такое, упадок сил, да, особенно к концу каталога устали, что-то не получается, по баллам не добираем, и вот начинается какое-то вот это нытье. И я понимаю, что если мы продолжим ныть дальше, то только это как снежный ком, все эти беды будут наращиваться постоянно, постоянно, и баллы не доберем, и никаких успехов у нас не будет. Я учу новичков всегда мыслить позитивно. Это сложно сделать, безумно сложно сделать, особенно когда вокруг бывает очень много негативных эмоций или каких-то обстоятельств, да, ситуаций. Но нужно работать над собой. И прежде всего работа над собой дает потом хорошие плоды в успехе, в карьере. И следующий слайд, пожалуйста, Наташ. Слайдик. Как мы работаем сейчас с командой? Как у нас новичок получает внимание? Прежде всего, это приветствие новичка в чатах. Мы предупреждаем, что вот сейчас будет новичок, девчонки, пожалуйста, поприветствуйте. Спонсор, который приглашает новичка, он делает яркую, красивую открытку с фотографией новичка и приветственной записью, да, в чате. Добавляет новичка в чат. Новичок видит то, что его поздравили вот таким образом. И все остальные партнеры, которые в чатах находятся, они начинают новичка приветствовать. Мы не знаем еще этого человека. Мы сразу обращаемся к нему на «ты». Добро пожаловать. Желаем тебе карьерного роста. Пожалуйста, пиши, задавай вопросы в чат. Тебе любой здесь поможет. Мы тебе рады. И вот приятно новичку быть нужным. И я частенько замечаю сейчас, когда к нам приходят новички, они пишут, как у вас тепло здесь. И мы пытаемся создать такую атмосферу, чтобы новичку было приятно заходить в этот чат и приятно было оставаться в этом чате, находиться, общаться каждый день. Дальше мы хвалим за все в чатах. За заказы, за вопросы, за любую положительную активность, пускай даже за рассказанную анекдоту или смешную картинку. А критику мы раздаем только в личку. Негатив запускать в чате ни в коем случае нельзя, особенно если это касается чата новичков, потому что это еще такая вот очень шаткая энергетика у новичка. Он и так окружен огромным количеством информации. А если еще и запустят негатив, то, в общем-то, у новичка энтузиазм тут же, прям тут же, тут же скатывается на нет. Дальше мы выкладываем фото своих заказов в чаты и делимся впечатлением о продуктах. Это обязательно условия. У нас обязательно, кто делает заказ, он отчитывается, что вот, девчонки, я сегодня сделала заказ, он во вторник, в среду придет, я с вами поделюсь все. О, ждем фото, давай, давай, давай. И начинаем спрашивать, как тебе то, как тебе это. Если какой-то продукт очень нравится, мы его начинаем раскручивать. В результате получается так, что этот продукт начинают заказывать и наши новички, потому что они видят это сарафанное радио, из уст в уста мы передаем положительную информацию, рейтинг, скажем так, повышаем какому-то продукту. Дальше новичок, зарегистрировавший пять личных новичков, попадает в чат лидеров. Для новичка это новый виток в развитии и долгожданное приглашение туда. Чат лидеров это у нас такое красное яблочко, высоко на дереве, куда нужно еще добраться. И когда мы говорим о том, что давайте рекрутируйте, приводите новичков и попадайте в чат лидеров. У нас там в принципе ничего нового нет, но если есть какая-то негативная информация, которую нужно обсудить все-таки, то мы ее запускаем только в лидерский чат, потому что уже энергия у лидера достаточно укрепленная, уже психическое состояние укрепленное, и мы можем уже адекватно что-то обсудить. А в чат новичков не запускаем такую информацию. Если опять же есть проблемы по рекрутированию, там неправильно кто-то послал при приглашении на работу, мы все обсуждаем в лидерах, даем советы, делимся. Ну в общем можем там вот такое обсудить. И проводим конкурсы среди партнеров команды, особенно когда дело идет к концу каталога, мы видим, что мы по баллам чего-то там не дотягиваем, тут же девчонки наши делают конкурсы. Это могут быть конкурсы на Wellness, к примеру. Закажи Wellness на такую-то сумму, на такое-то количество баллов, и получи свой номер, где ты можешь участвовать в соревновании на поднятие баллов, где ты можешь участвовать в розыгрыше призов. Призы у нас разные. У нас бывают продуктовые призы, бывали и денежные призы. Продуктовые призы у нас в основном наша такая брендовая продукция, которая у всех на слуху. Чаще всего в два раза мы разыгрывали аппарат SkinPro, туалетные водички, ну и так вот тушь в последний раз у нас была за третье место. И также были денежные призы, тысячу рублей за первое место. Ну как-то пока тысячу рублей мы разыгрывали, а дальше планируем уже вводить и по 500, и по 200 рублей. Но был, чтобы стимул у новичка делать заказы. Кроме того, у нас еще недавно прошел тренинг по рекрутированию, тоже среди команд мы его запускали. Очень хорошо помог новичкам, по крайней мере, собрать все в кучу, мысли в куче. Что делать, как делать и где делать. Потому что тренинг у нас состоял из 7 дней, из 7-дневный тренинг у нас был. Каждый день у нас были новые задания. И новичок должен был к концу дня, к 12 часов ночи, предоставить отчет о проделанной работе. Если отчета не было, если работа была выполнена плохо, то новичок исключается, или лидер, неважно, исключается из этого тренинга и не получает доступ к следующему дню. Тренинг, кстати, в общем-то, произвел хорошее впечатление и у меня, и у команды. И мы планируем запустить второй поток уже в феврале месяце. Я думаю, что записавшихся уже будет гораздо больше. В этот раз 24 человек у нас записалось. Дошло до победного всего лишь 10. Всего лишь 10, но зато с какими результатами и новичков своих приводили. В общем, всем понравилось. И дальше никогда мы не отказываем в личной беседе. Психологическая поддержка с дальнейшей мотивацией или, опять же, пенделем. Всегда мы беседуем, потому что, когда сталкиваешься с непониманием близких, не с кем поделиться. И кто тебя не проконсультирует, кто тебя не поддержит как спонсор, или же твой близкий напарник, партнер, который в этой же каше варится. Мы можем и поплакаться друг к другу, можем тут же себя взбодрить, но все же мы всегда ищем наш рабочий лад. И поплакались хорошо, получили какую-то мотивацию, все, вперед из песни, и на следующий день обязательно с новыми силами приступаем к работе. Следующий слайд. У меня работа только онлайн, потому что это еще зависело от моего передвижения по стране. За 5 лет, за 6 лет нашей совместной жизни с мужем мы поменяли несколько мест жительства. В частности, мы были уже в 4 городах, и из-за постоянных переездов оффлайн заниматься мне было тяжеловато, честно сказать. И что мне помогает не сдаваться на данный момент? У меня появилась новая цель. Она пришла не сразу. После того, как я доказала всем, что я могу, что я получила деньги на расчетный счет, я их всем показала, у меня как-то, вы знаете, пропало что ли, пропало какое-то желание, но я подрасслабилась. Это новая цель у меня исполнительный директор. Я вроде бы сначала думаю, ну да, я хочу, я хочу, ну как-то она меня не вызывала такого ажиотажа. Но когда я начинаю представлять себя на сцене, в каком платье я там буду, и как меня будут поздравлять, это начинает у меня внутри вот просто колошматить. Я думаю, я вот хочу вот этого, я хочу этого признания. Поэтому новая цель у меня появилась на горизонте, она вот такая здоровучая, огромная, и я ее хорошо вижу, и поэтому я иду только туда. Появилось у меня жгучее желание обеспечить всю мою семью, помочь родителям. Естественно, если я не достигну своей цели, то и следствие вот это, вот помочь обеспечить всю семью, у меня не получится. Поэтому у меня одно с другим завязано, и я очень хочу и родителям помочь, и ребенка выучить, и мужу хочу помочь, чтобы он на работе не горбатился, а чтобы отдохнул вместе со мной, вот как раз возможность путешествия, чтобы он поездил со мной по разным странам, и дочку хочу повозить, показать ей мир. Любовь к моей команде и каждому лидеру, и активному новичку отдельно. Это вообще отдельная тема. Были такие моменты, когда полностью опускались руки, и я понимала, что я даже в чаты не хочу выходить. Я брала себя за волосы и вылазила туда. Я понимала, что это ответственность. Я людей привела сюда, я их замотивировала, я просто не имею права сейчас сдаться и уйти. Это будет просто вообще из ряда вон выходящий момент. И сейчас мне каждый человечек дорог. Причем дорог настолько, что когда меня поздравляли с закрытием директора, я читала комментарии девчонок, я чувствовала через экран монитора, что вот как бьет эта энергия, что за меня искренне рады. Это настолько приятно, столько поздравлений. Я еще нигде никогда не получала, даже с днем рождения. И мое новое мышление, конечно же, не дает мне сдаваться. Чтобы я теперь вернулась на работу по найму, да вы что? Это никогда, это яма. Для меня это кабала. И пока многие этого не понимают, но для меня это уже все. Это путь назад. Я не хочу ни в коем случае возвращаться, поэтому я буду обязательно себя развивать. И, пожалуйста, следующий слайдик, Наташа. Слайд. Леночка, у тебя тоже все получится, я прям уверена. Я когда чувствовать начинаю, это вообще. И я хочу сказать огромное спасибо, громаднейшее спасибо директору СПО номер 6033 Кузьмичевой Татьяне. Вы знаете, когда проскачивала такая информация, что не все менеджеры или директора СПО приветствуют нас, онлайнщиков, и разные отношения все-таки бывают. Кто-то принимает нас, кто-то не воспринимает. Но мне удалось встретиться с таким замечательным человеком, как Танюша. Она меня пригласила недавно на мастер-класс. Я побывала и узнала очень много нового. Этот человек абсолютно бескорыстный, но мы как-то обменивались опытом. Я делилась своими методами работы онлайн, и она мне показывала, как можно накладывать макияж. Я узнала для себя очень много нового, хотя я пользуюсь косметикой давно, и пользуюсь вроде бы как правильно. Оказалось, столько фишек интересных. И чаем она меня напоила, и с Новым годом мы поздравлялись. В общем, это такой душевный человечек, поэтому, Танюш, огромное тебе спасибо. Я просто очень радуюсь, когда я прихожу к тебе за заказом. Обслуживание просто на мировом уровне. И девочка с ней работает. Я боюсь ошибиться, Леночка, по-моему. Я тоже очень тебе благодарна, потому что добрые, отзывчивые, всегда хорошего настроения, всегда позитивные. Я вас очень люблю, спасибо вам большое. Ну и последний, заключительный слайд. Будь честен с самим собой и с людьми. Всегда делай все вовремя, никогда не сдавайся, иди к своим целям, даже если все плохо. В этой жизни все реально нужно только делать. На своей шкуре испытала. Ничего не делаешь, лежишь просто мечтаешь, мечта не придет к тебе. Нужно обязательно что-то делать. Вы знаете, я сейчас нахожусь в таком состоянии души, у меня трясутся руки и от волнения, и от той эйфории, которую я вчера получила, сегодня получаю до сих пор. Поздравление с закрытием директора – это невероятное ощущение. Поэтому если кто-то еще здесь не дошел до директорских уровней и званий, я вам желаю в ближайшее время, вы все сможете, вы все сможете, все в нашей голове. Меняйте свое мышление, работайте над собой, все у вас получится обязательно. Потому что все, кто находится в Эрифлейм и кто работает, никто не уйдет без вознаграждения, никто. Потому что компания надежная, компания обалденная, которая заткнет за пояс любую сетевую компанию. Мы в этом с вами убеждаемся каждый раз. И поэтому Эрифлейм для нас – это номер один, и мы поднимем ее на такой статус. Всем желаю удачи, спасибо вам огромное за ваши отзывы. Я очень рада, что выступила сегодня с вами. Всем пока. Ладно, спасибо огромное за выступление. Поставьте, пожалуйста, плюсики, как меня слышно. Меня слышно? Да, отлично. Ну что ж, действительно, зазигательное выступление. Жалко, что я вот какую-то середину, я превратилась в глуховое. Вы бы никому не пожелали такого ощущения, когда твой лидер выступает, и тебе хочется его слышать и поддерживать. Но, действительно, классные результаты. И эти результаты нужно брать на карандашке, нужно брать, действительно, пример. Вот, правда, Наташа, честно, вот хочется лесгинку танцевать? Хочется. Вот, наверное, Родина зовет, что-то надо танцевать лесгинку. И, однако же, давайте с вами посмотрим на то, чем мы можем еще вдохновиться. У нас сегодня два лидера были в вебинарной комнате, которые помогли кому-то. Либо сами не квалифицировались на менеджерской конференции 2016 года. Ребят, есть старый шанс. Им надо воспользоваться. Стыдно не воспользоваться старым шансом. Это у вас, если вы еще не в списке квалифицировавшиеся, танец очень хорошо. Вот так вот лучше. Вот так вот лучше. Скажите. Все отлично. Хорошо, Валентина, спасибо. И действительно, вот это вот настроение, вот этот вот задор, с которым сегодня мы участвовали в планерке, нужно буквально с зубами вцепить во второй шанс квалификации на конференцию. Помните, что у вас есть классные, классные инструменты. Включить всех абсолютно. Частый вопрос, кто может? Все могут. Все, абсолютно все. Новички. Обратите внимание, что есть возможность включить новых консультантов, которые придут до шестого каталога, то есть до пятого включительно. И сразу масштабный план роста на каждый каталог. Помните о том, что есть возможность квалифицироваться тем, кто уже заработал путевку. И есть возможность спутника заработать путевку. Сейчас многие менеджеры уже получат завтра свои квалификационные письма, где есть подробные условия квалификации. Я думаю, что уже есть на нашем портале все для вашего бизнеса здесь. Есть в социальных сетях. Проверяйте электронные почты. У каждого есть условия, есть вопросы-ответы. И, соответственно, в этих вопросах и ответах мы можем найти все, что касается ваших структур. И, конечно же, сейчас очень важно посмотреть, что есть у нас специальные предложения для тех, кто уже квалифицировались. Пучевка. Пучевка. Вторая пучевка. Предложения для директоров. Самое главное – взять это все на вооружение и просто действовать. Для того, чтобы квалифицироваться, у нас там есть несколько инструментов. Это, конечно же, масштабная коммуникация, это, конечно же, комплексный уход. Это, конечно же, те акценты каталога, которые нужно сейчас придерживаться. И важными акцентами второго каталога является повышенная активность и рекрутирование. Приглашайте. Приглашайте на бизнес-сессии. Приглашайте на дополнительный доход. Принимайте активное участие в квартальной программе по приглашению. И мотивируйтесь ваших консультантов стать активными участниками этих программ. Я уверена, что эти фокусы, конечно же, конечно же, и те праздники, которые сейчас грядут в преддверии, они станут только дополнительной силой, дополнительной энергией в усилении вашей квалификации. И, конечно же, я хочу вам напомнить о том, что у нас с вами продолжается квалификация, как на мега-золотую конференцию 2016 года. Она закончится в пятом каталоге 2016 года. Почему пятый? Если группам не хватает каких-то групп, то мы можем учесть любые каталоги, самые сильные каталоги квалификации, посмотреть на пятый каталог, сделать его самым сильным. Но учтите, что пятый каталог – это начало квалификации на юбилейную золотую конференцию 2017 года. Подумайте, когда в следующий раз вы сможете побывать на юбилейной конференции? Только через 50 лет. Поэтому я думаю, что надо приложить все усилия, чтобы все 6 тысяч мест на двух шикарных лайнерах были заполнены нашими лидерами по максимуму. И действительно, это очень классно. Совсем немножечко остается. Каких-то 6 каталогов до окончания квалификации на банкет директоров. Самый сильный, самый красивый, самый мощный. Потому что априори он таким должен быть. Программы у него такие мощные. Сопровождают лидеров в закрытии звания директоров и банкеты директоров. Помощь вам. Специальная программа для лидеров по рекрутированию. Ленинные бонусы. Посмотрите на эти цифры. Вы их запланировали, чтобы они вместились в ваш бюджет. Проверьте электронные почты. Посмотрите свои почтовые ящики. В прошлом каталоге мы рассылали вам письма, чтобы вы посмотрели на своих менеджеров, кто может принимать участие в этой квартальной акции. И, конечно же, эти условия очень простые. Они есть. Они очень схожи чем-то с квалификацией на менеджерскую конференцию. И есть определенные вопросы и ответы. Самый частый, а какие менеджеры для директоров будут считаться? Посмотрите на эти кружочки волшебные. Еще раз посмотрите, что такое две спонсорских цепочки из первого уровня. Это не только первый уровень. Вы видите, что сейчас все кружочки, которые сильные, идут в зачет, например. То есть ваш менеджер второй может быть где-то в глубине во второй спонсорской цепочке. И если эти менеджеры выполняют квалификацию, то мы вас поздравляем. Самое главное – выполнить предыдущие условия квалификации, звание, личный заказ. И я думаю, что все у вас получится. И, конечно же, еще одна любимая программа – это «Мой автомобиль». Сегодня мы уже о ней говорили. Проверьте, пожалуйста, электронные почты, дорогие лидеры. Зайдите на сайт в раздел «Поддержка, продаж и мой бизнес». Там есть подробные условия программы «Мой автомобиль», где все расписано до мелочей. И примите, примите решение стать получателем автор бонуса. И в помощь для того, чтобы вы не забывали все эти акции, все эти программы, у вас есть такой прекрасный инструмент, который называется «Чек-лист для успешной работы в каталоге номер 2». Одна вкладка для директоров, другая вкладка для менеджеров. И я желаю, чтобы напротив старшей строчки в этом «Чек-листе» у вас стояла уверенная галочка, что этот критерий выполнен, эта квалификация выполнена. И с таким стремлением вы действительно достигнете лучших результатов. Ну что, спасибо вам огромное за внимание, спасибо за сегодняшнюю встречу, спасибо за то, что в 2020, а у нас до сих пор в комнате 135 участников, это отличная традиция, это отличное начало успешного года и успешного каталога. Ну что, хороших вам эмоций и до новых встреч. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok